Продолжение следует... 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 которые были на поверхности корней, были в контакте, то устранения их только ультразвуком недостаточно. То есть только ультразвуковой обработки поверхности корней недостаточно для благоприятного и успешного послеоперационного течения. Есть просто мнение, что достаточно пройти ультразвуковым скейлером, и поскольку это вроде бы чистая операция, она саптическая, мы говорим о том, что там достаточно тщательная подготовка корня. Она просто для всех вмешательств будет одинакова. Есть вопросы по обработке корней. А про бикситин 0,2% вы как говорите? Если вот есть там у президента, допустим, их же не подойдут, это не только для полоскания? Вот 0,2% концентрация, 0,12% концентрация. Но у курассида тогда получается? Или у какого-то? Знаете, я покупаю 5-литровые вот такие бутылки большие для клинического приема. Потому что вот эти флакончики, они же для пациентов. Это не очень рентабельно, честно говоря. Но 0,5% хлоргексидин является даже не бактериостатическим на сегодняшний день, потому что наши пациенты пользуются постоянно локолютом, да, давайте начнем с этого, зубными пастами, содержащими хлоргексидин, полосканиями, бесконтрольными они пользуются абсолютно применениями, лечебных паст и полосканий, которые предназначены на применение 1-2 недели, они сами себе их назначают, идут в аптеку и так далее. Поэтому, ну вот не работает он 0,05 уже, конечно. Для клинического применения, однократного обработки операционной раны, от того, что вы обработаете 0,12% или 0,2%, хуже никому не будет. Ну, потом я вот могу сказать, что мое мнение, что нет в полости рта ни одной чистой операции, поскольку, да, у нас нету стерильных условий, их создать невозможно. Мы работаем в заведомо инфицированном поле, и дополнительная септическая обработка еще никому не помешала. О том, что хлоргексидин препятствует заживлению и регенерации, нету никаких достоверных исследований. Тем более, я думаю, что единственная концентрация – это спиртовой 1% раствор, его может, да, как-то нарушать за счет ожога, по сути, да, коагуляции ткани. А все остальное, естественно, не может препятствовать никакому заживлению. Расхожее мнение, которое передается из поколения в поколение, почему-то, что нельзя ничего обрабатывать с хлоргексидином. Как? Есть исследование? Найдите его, пожалуйста. Я вот его жду уже, наверное, лет 5 от кого-нибудь, потому что все об этом говорят. Как он? Еще есть, кто-то мне сказал, что он на кости, поэтому нельзя с имплантацией применять, что он какую-то пленку на кости образует. Как водный раствор вообще может на чем-то фиксироваться и образовывать пленки? Ну, это просто химически невозможно, да, это не физиологичный процесс. Я перейду сейчас к клиническому примеру, а потом к мастер-классу. Рецессия первого класса, сообразие в области 13-го зуба с незначительной. Мы с пациенткой решили не делать адонтопластику до операции, поскольку у нее впоследствии просто требовало восстановления всей эстетики полузрета. Мы решили не делать, поскольку небольшой дефект абразивный. Вот измерение толщины кератинизированной десны, измерение глубины рецессии, откладывание глубины рецессии от вершины анатомического сосочка к его основанию, выкраивание листно-косичного лоскута. Здесь мы оперировали сразу два зуба. Вполне так, мне показалось это разумно. Не делать по одной операции, не разбивать эту пациентку, тем более, что она живет за границей, и не самая комфортная для нее зона постоянно приезжать сюда. Вот это обработка корня, нанесение ДТ-геля. Хочу обратить сейчас ваше внимание на то, о чем я заострилась. Обратите, пожалуйста, внимание, вот здесь вот латеральные поверхности корня, везде зона расщепленного лоскута. Там нигде вы не увидите надкосницу. Здесь просто толщина десны позволяет сделать правильный дизайн, выполнить. Доэпитализированные межзубные сосочки. Обработка поверхности корня фасолевидным бором. Сначала ультразвук, потом ДТА, потом керета, потом бор. Бор последний. В данном случае мы использовали как пластические материалы, потому что в области 12-го зуба толщина картинизированной десны была миллиметра. Это 0,9. И мы использовали пластический материал согласно алгоритму. Это твердая мозговая оболочка. Она специалифизизирована. Мы ее регидратируем, физрастворим. Делаем перфорации для прорастания сосудов от принимающего ложа и слизистой к кастичному лоскуту и обратно. Она моделируется, подгоняется под дефект. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике стоматологической города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю сколько знаю. Ну, наверное, лет 25, да? Наверное, примерно так. И могу сказать, что она тоже верный, верный такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, года через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый, кандидат медицинских наук, у нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да? Она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Даше. Я так понимаю, что у нее сегодня боевое священие, да? Ну да. Вот, но во всяком случае, спасибо всем стоматологам и не стоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот, да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Да, поэтому мы вас всех поздравляем еще раз в днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смельяков. Великолепно, подача информации, организация, проведение и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо, Мария Александровна, Алексей Николаевич. Настер-класс прошел замечательно, Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила, и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам, приходите, не пожалеете. Все было хорошо, на высшем уровне.